Хожу сегодня и все вспоминаю Наталью Черняховскую. В голове не укладывается ее нелепая смерть. Наверняка вы уже видели ролики, которые принесли нам эту весть. Какая же печальная весть, товарищи. Не могу который день успокоиться, не могу поверить. Можно сказать, воин света Наталья Черняховская. Да, покинула этот мир. Мое внимание привлекало ее нестандартный взгляд на происходящее в стране и в мире. И об этом она говорила в своих роликах. Это было смело, учитывая то, что свои репортажи и наблюдения она записывала в нынешней обстановке, во время тотальной лжи, когда правда становится экстремизмом. Наталья, женщина, 46 лет, молодая, умная женщина, журналист, переводчик с английского и французского, учитель, писатель книг и пособий по изучению иностранных языков, борец за справедливость, участник митингов против застроек, вырубки леса, блогер, которая вела деятельность в начале того самого бесия, которого и боролась против биометрии в метро, против масочного режима, попрания прав людей. Не боялась выражать свое мнение и составляла сопротивление черноте и бесовщине. Несла такую информацию, которую несут очень малое количество блогеров. Можно сказать, что их и нет совсем. Она такая вот штучная. Она боролась с темой с Собянинским беспределом. Вот 10 октября должен был состояться суд с Собяниным по отмене наличности в транспорте. Сейчас зачищают эту информацию в интернете о Наталье. Переименовали ее канал с 200 тысяч ее подписчиками. Считай, повезло таким блогерам, как Алина Лушавина, Мария Каменская. Оказавшись в тюрьме, но они хотя бы живы. А вот погибли Анастасия Метельская, Клара Белова. Слушая ее, я понимала, конечно, что она очень рискует. Ведь она затрагивала очень сложные вопросы. Да, вечная память тебе, Наталья. Настоящая патриотка своей многострадальной страны. Аминь. Продолжение следует...